Порошенко демилитаризовал крейсер Украина. Деньги от продажи корпуса и турбин могут направить на выплату долгов рабочим. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о демилитаризации недостроенного ракетного крейсера Украина, который находится в акватории судостроительного завода М-61 коммунаров Николаеве. Об этом заявил первый зампредседателя Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь на митинге работников предприятия. Передают не к вести. У вас стоит крейсер Украина. Есть указ президента и вводи милитаризации. Если снять вооружение и продать то, что останется, там хватит на компенсацию ваших зарплат. Еще и останется три раза на столько же. Там есть корпусы турбины, они востребованы. Минус сказал чиновник возмущенным рабочим, которые требовали выплаты долгов по заработным платам. По его словам, также готовится проект постановления к обмина о демилитаризации корабля. Сообщается, что проект согласовали Минобороны и Украбаранпромы должны рассмотреть в Минфине и Минюсте. Бонь также посетовал, что указ президента подписан, но все время этот вопрос не двигался и табанился. Но теперь, согласно с планом демилитаризации, все вооружение и оборудование крейсера передадут Минобороны, а на продажу выставят корпусы турбины. Как сообщал корреспондент.нет, ракетный крейсер Украины был заложен в Николаеве в 1984 году по заказу ВМФ СССР и должен был стать четвертым кораблем проекта 1164, известного под названием «Атлант». Крейсер был спущен на воду в 1990 году. Недостроенный крейсер много лет стоит у стенки завода в Николаеве. Неоднократные попытки продать его России или третьей стороне не увенчались успехом. Продолжение следует...